В 2018 году общий объем страховых премий составил 385 миллиардов тенге. Это на 4% больше, чем годом ранее. С этого года рынок начинает потихоньку работать в онлайн-режиме. Сегодня мы говорим о цифровом страховании. Объем страховых премий, переданных на перестрахование, составил 90 миллиардов тенге. На перестрахование нерезидентам Республики Казахстан передано 20% от страховых премий. При этом самым популярным видом страхования остается обязательное страхование гражданско-правовой ответственности автовладельцев и страхование жизни, если судить по объему премий. Одним из наименее популярных является агро-страхование. Как развивать этот сектор, расскажет нам сегодня Ельдос Ауизбеков, председатель Ассоциации агро-страхования Казахстана. Ельдос, здравствуйте. Здравствуйте, Есенин. Спасибо большое, что вы сегодня нашли время побывать в гостях нашей программы «Время Финтех». Мы говорим обо всех цифровых технологиях, что происходит вообще в Казахстане. Сегодня наша тема посвящена цифровому страхованию и непосредственно, наверное, возьмем эту тему именно агро-сектора, потому что это очень интересный сектор для страны, стратегически важный, перспективный. Расскажите, пожалуйста, немного, наверное, о том, как вы пришли вообще к идее исследовать эту область именно в агро-сектор, агро-страхование и вот все, что связано с этим. И, естественно, как вы пришли именно к оцифровке этих решений. В целом, во всем мире рынок страхования достаточно консервативен. И те методы, понимания, которые были заложены 300 лет назад, они в страховании работают до сих пор. Но рынок Казахстана у нас еще консервативней. У нас можно пересчитать по пальцам те виды страхования, которые развиты более-менее. Это транспорт, нефтянка, авиация и так далее. Ну, в агро-секторе никого не было, как говорится. Мы решили туда идти. Соответственно, там проблем очень тоже много. Ну, вот как-то так пришли. Ну, потребность от самих фермеров, она от самих потребителей, она пришла, я так понимаю. Изначально мы начали работать на рынке зерновых расписок. Там тоже были свои моменты. Бумажные зерновые расписки тоже куча проблем. В растеневодство мы пока тогда не заходили, потому что действует до сих пор закон об обязательном страховании в растеневодстве с 2004 года. Поэтому, ну, где-то сельхозтехнику страховали, зерновые расписки и так далее, и так далее. Но профильно страховые компании этому сектору уделяют не так много внимания, как хотелось бы, насколько я вот проблематику как бы понимаю. Желания страховых компаний туда идти особо нет, потому что было, скажем так, куча негативных моментов, как и мошеннических действий, так и там, ну, в общем, проблем было много, наверное, как и во многих секторах. Поэтому, если говорить про обязательное страхование в растеневодстве, то из 10 компаний, которые изначально участвовали в этом, то 8 компаний лицензию уже сдали. Сейчас работают только 2 страховые компании. И чтобы обеспечить, скажем так, наличие страховых полисов, то были допущены на рынок общество взаимного страхования. Но это, скажем, нелицензируемые организации, ни подконтрольные, ни под кем. Когда я работала в страховании, это было много лет назад, решений как таковых для того, чтобы правильно оценивать риски, я уже не говорю про цифровые решения, просто будем говорить пока про инструментарий, да, их на тот момент не было. Я так понимаю, что сейчас, в принципе, предложение как бы для страховщиков, наверное, больше воспользоваться еще иными инструментами, которые у вас сейчас есть. Да, традиционные подходы к агрострахованию, они не вызывают ни желания, ни доверия как со стороны фермеров, так и со стороны страховых компаний. Поэтому это был ключевой момент, который нам нужно было решать в первую очередь. То есть за счет применения каких-то новых технологий, на счет применения цифровых технологий, решать как раз-таки вопрос доверия. Потихоньку в этом направлении работаем. Реализованы сейчас ряд продуктов. Ну, первое можно отметить, это страхование дефицита или избытка влаги в почве. Вообще засуха – это 80% риска в Казахстане, с чего мы и начали. В последующем мы планируем разработать линейку продуктов. Исходя из своей локации, исходя из культуры, из погодных каких-то климатических зон, фермер уже может выбирать себе, скажем, подходящие продукты страхования. Но это то, к чему мы идем. Пока еще действует обязательное страхование в растеневодстве. Какие инструменты уже внедрены для того, чтобы, как вы говорите, фермер подает заявку на платформе «я хочу застраховать, например, какое-то свое угодие». На своей стороне страховщик какими инструментами может воспользоваться, для того, чтобы правильно оценить свои риски? У нас 100% пашни на сегодняшний день оцифрованы. Это 24 миллиона гектар. Сейчас идет процесс оцифровки пастбища-синокосов порядка 70-80%. То есть сейчас фермер уже оцифровал свое поле. По нему начинается автоматическая подгрузка с космоснимков. И, соответственно, система уже обрабатывает данные вегетации, растительности, температуры почвы, воздуха, погодные данные. На основании этого, соответственно, мы разрабатываем продукты. И страховые компании уже, когда онлайн-заявка от фермера приходит в личном кабинете, то он уже может смотреть за ситуацией, может смотреть исторические данные. Там за 10, за 20 лет можно подгрузить. Ну и уже в период страховой защиты он может наблюдать, как развивается растительность. Если мы говорим об оцифровке этих 24 миллионов гектар, что в этот процесс входит? Есть на самом деле государственная платформа Hold Down, на которой фермер регистрируется. Система интегрирована практически со всеми государственными базами данных, в том числе кадастр. Когда фермер регистрируется, автоматически подгружается вся информация с государственных баз данных, с кадастр подгружается граница его участка. То есть это может быть госак, там 10 тысяч гектар. И уже внутри этого участка он отрисовывает каждое свое поле, забивает все в оборот, какую культуру он туда будет сеять, какие мероприятия, у него есть полевой журнал. То есть он максимально забивает эти данные. Сейчас через данную платформу фермеры получают субсидии, тоже на основании площадей, культур, которые они засевают. Осуществляется страхование, и та информация, согласие фермера, которая нам нужна, мы ее используем уже для построения продуктов, для оценки рисков и так далее. А как на все это смотрит Минсельхоз? Обязательное страхование в растеневодстве с 2004 года, она действует, повторюсь. Но там очень много, куча проблем, и нужно было принципиально менять подход. Минсельхоз это понимал. Минсельхоз постоянно приглашал страховые компании участвовать в данном процессе. И три года назад, когда мы пришли с предложением, также что весь мир движется в сторону индексного страхования, в сторону применения технологий. Тем более у нас Казахстан большая страна, мы уже поняли, что облет дронами или выездные комиссии, чтобы выявить, действительно был страховый случай или нет, но это не работает. Страна огромная, среднее поле 400 гектар, то есть это нереально. Мы вышли, скажем так, с таким предложением, чтобы реализовать пилотный проект в первую очередь. Мы должны были сами понять, как это работает. Были определены 34 поля, там порядка 10 тысяч гектар. И в ходе реализации пилотного проекта, вегетационный период, вот с 15 мая по 15 августа, мы, скажем, ну, раз в две недели точно перед Минсельхозом отчитывались, показывали, как сейчас данные показывают, как данные со спутником могут показывать информацию о влаге в почве. И, соответственно, измеряли это тоже влагомером, и насколько, какая там погрешность, какая корреляция. И, ну, скажем так, Минсельхоз инициировал еще в тот момент изменение о том, что нужно ставить обязательное страхование в растеневодстве на утрату в пользу добровольных видов страхования. Но проблема была в том, что этих добровольных продуктов не было. Сейчас законопроект находится в Сенате, если его примут, то уже будет линейка продуктов, которая подлежит субсидированию премии. Вот вы рассказали о том, что есть еще международный перестраховщик. Они тоже смотрели, я так понимаю, вашу систему. Вы им тоже рассказывали свою концепцию. Как они вообще как бы оценивают состояние именно сектора, наверное, ну, если так посмотреть взгляд со стороны, как они оценивают его в Казахстане? На самом деле, с Висре, как признались нам, они более, ну, около 10 лет присматривались вообще к Казахстану. Были различного рода запросы с рынка о том, что вот хотим в сельхозстраховании где-то работать, но они не подтверждались. Соответственно, мы вместе проводили дополнительное исследование. Мы проверяли также технологию. Потом те космоснимки, с какой очередностью они у нас подгружаются. Достаточно ли корректно показывает именно рост через спутниковый мониторинг. В данный момент, ребята, на полях мы проводим полевые исследования для того, чтобы предоставить индекс урожайности, допустим. Уже более сложные продукты. Это прогнозы уже. Да, это прогнозы, да, это уже более сложные продукты. Не факт, что в 2020 году запустим, но мы в первую очередь для себя должны убедиться в этом. Ну, а вот я так понимаю, в любом случае, международная практика, она очень хорошая именно вот в той части, когда покрытие рисков, управление рисками идет с помощью цифровых решений. Все-таки наш сектор, наверное, в этом плане еще, может быть, не до конца оценивает эти возможности. Что бы вы посоветовали страховщикам, да, и вот зная, что многие из них смотрят нашу передачу, чтобы вы могли обратиться к ним, чтобы вы могли порекомендовать? В прошлом году была создана ассоциация агро-страхования по инициативе страхового брокера, по инициативе нашей, по инициативе тех страховых компаний, кто в этом секторе заинтересован. Мы достаточно тесно, ежедневно, можем сказать, обсуждаем, рассматриваем новые продукты. Ну, на то и, наверное, и ассоциации, чтобы мозговой штурм устраивать. И есть, скажем так, определенное видение, общее видение, в каком направлении двигаться, в каком направлении развиваться. Что в мире происходит вообще? Давайте возьмем какие-то соседние страны, страны Европейского экономического союза, не знаю, может быть, Центральную Азию. Что вообще происходит именно в агро-страховании в этих странах? Я был на международной конференции страховщиков в городе Санкт-Петербург. Там были представители международной ассоциации агро-страховщиков. Это представители Франции, Министерство сельского хозяйства Италии, Союз фермеров Испании. То есть и наши соседние страны. На самом деле весь мир сейчас идет именно к цифровизации. Это точно, совершенно точно. Это неизбежно. Те продукты традиционные, которые работали там, они, по-моему, сказали с 1822 года, но они, скажем, уже не совсем актуальны, они это тоже понимают. Поэтому совершенно точно применять технологии надо, совершенно точно в этом направлении развиваться, обрабатывать самим данные. На самом деле здесь научно-исследовательская работа. То, чего у нас сейчас нет, то, что сейчас есть в Европе, я, если честно, завидую. Потому что там целые группы людей занимаются исследованиями, вырабатывают новые индексы, коррелируют их между собой. То есть они этим живут, они этим работают. И, допустим, по индексному страхованию мы берем районные значения, там влага средняя в районе, а там уже ребята ушли далеко в поля, где уже есть рейтинг между полями. То есть влага в соседнем поле, она ниже, или даже в разрезе одного поля, где-то выше, где-то она ниже. То есть они уже далеко уходят туда. Ну, у нас, я-то, насколько понимаю, у нас при Минсельхозе тоже есть какие-то институты, которые занимаются исследованиями. Вы с ними как-то контактируете, что-то? Ну, скажем так, мы на общих каких-то собраниях присутствуем. Мы в них верим в любом случае. Мы будем рады, если сейчас какие-нибудь самородки там придут, скажут, мы это тоже умеем, но гораздо дешевле или, я не знаю, для Родины бесплатно. То есть это же все будет снижать, в конце концов, себестоимость страхового полиса. Сейчас мы вынуждены там плясать о цен европейских перестраховщиков. Хорошо, Минсельхоз понимает, что надо субсидировать, а иначе это для фермера будет неподъемно. И вот пока у нас своих разработок, своих технологий таких не будет, то мы пока зависимы. Вы очень часто бываете, насколько я знаю, именно в полях. То есть у вас идет как бы такое, да, стратегия там 360, то есть вы с регулятором, а вы с международными игроками, с рынком, ну и, естественно, непосредственно с самим фермером. Потому что если это все не будет приносить пользу именно вот таким социально значимым слоям населения, да, для Казахстана, то, конечно, это все, эта вся цифровизация, она не нужна. Что говорят фермеры вообще? Какая у них, есть ли у них такая потребность, да, вообще нужно ли им страховать? Насколько они вообще осознанно к этому подходят, и им это нужно? Вот у нас есть общественная организация «Союз фермеров Казахстана», и мы с ее участниками, и непосредственно с фермерами достаточно тесно работаем. Нам важно получать от них фидбэк. Мы и в прошлом году, и в этом году ездили по хозяйствам, по фермерам, по регионам, с разъяснительной работой, что такое вообще индексное страхование, что такое космомониторинг, как ее пользоваться, от каких рисков защищаться. И, соответственно, мы понимали, какие у них проблемные зоны уже непосредственно на полях. Поэтому могу абсолютно точно сказать, что не было ни одного негативного, скажем, мнения касательно того, что страхование от индексов – это плохо. То есть фермеры это понимают, что это хорошо. Это, в принципе, неизбежно. Почему мы пошли именно разрабатывать дальше линейку продуктов? Потому что, допустим, был кейс, когда в Акмолинской области поле побило градом. То есть у него нет риска засухи. У него земля такая, что у него рисков нет. Даже в те годы, когда в 2008, 2010, 2012 годы сильная засуха была, у него было все нормально. У него единственная проблема – это град. Поэтому мы сейчас в этом направлении тоже работаем, чтобы именно, скажем, определять наступление случая от града с применением технологий. Если есть какие-то, может быть, цифры касательно самих объемов страховых премий, а сколько это будет стоить для фермера тогда? Просто какой порядок цифр? Это действительно много или нет? И государство, если оно планирует субсидировать премии, то это сколько? Это будет 80%, 10%, 20%? Ну, вообще, в индексном страховании за основу берется норматив затрат за один гектар. То есть сколько фермер затратил для того, чтобы засеять, провести все процедуры и в конце убрать этот урожай. В среднем в Казахстане это составляет порядка 90-100 долларов. Это 30-35 тысяч тенге. Кто сеет дорогие культуры масличные и использует дорогие препараты, у них до 80 тысяч тенге доходит. Тариф сейчас по действующему продукту он составляет 4,8%. В сравнении с соседними России и Украины там это порядка 7-8% стоит. Как нам удалось, скажем, снизить до 4,8%, хотя мы считаем, что это тоже дорого, то это опять-таки наличие информации, наличие оцифрованных полей и так далее, и так далее. То есть это инфраструктура, да, она помогает снизить эту себестоимость. По новому законопроекту, я думаю, государство будет субсидировать там 50-60% от этой премии. То есть фермеру это обойдется там грубо в 2-2,5%. Около 2% получается, да? Да. При этом страховое возмещение он получает максимально 48% от норматива затрат. То есть хотя бы половину своих затрат. Опять вопрос, почему не 70, почему не 100. Есть, скажем так, определенная статистика, когда даже в те самые года, когда была сильная засуха, то фермер там 5-6 центнеров с гектара собирает. То есть он 30 тысяч затратил, там 15 тысяч он себе возвращает в любом случае. Плюс 48% он получит выплату, и того на 98% он как бы защищен. Ну практически это получается один к одному, как по крайней мере фермер не остается выпадка. Да, да. Ильдо, спасибо большое за то, что вы сегодня были с нами. Очень интересное направление, действительно очень. Я всегда радуюсь тому, что у нас есть очень хорошие профессионалы, которые могут фокусно заниматься теми направлениями, которые действительно важны для нашей страны. Во всех документах именно стратегического значения агросектора обозначаются как один из самых основных. Поэтому я думаю, что то, что вы как бы сейчас делаете, это будет действительно пойдет на пользу и фермерам, и действительно даст какой-то толчок рынку агро-страхования. Спасибо большое. Спасибо. На сегодняшний день инвестиции Всемирного банка в проекты по управлению рисками бедствий и техническую помощь в Центральной Азии превысили 100 миллионов долларов США. Тем не менее, страховые компании не заинтересованы в агросекторе. В то время как спрос на страхование у крупных и средних предприятий растет, существующая система взаимодействия между фермерами и страховщиками становится неэффективной. Так, по данным inprom.kz, за 2018 год объем поступлений страховых премий в секторе составил 299,2 миллиона тенге. Миши на 23,4% заходят, на страховые выплаты всего 29,6 миллионов тенге, меньшее на 61,4% за год. Ежегодно в Казахстане от наводнений страдает до 300 тысяч человек, а ВВП теряет до 3 миллиардов долларов США. И, конечно же, сельхозсектор страдает первым и первым нуждается в защите. Будет ли развиваться агро-страхование в Казахстане, покажет время, время, кинтех. С вами была Асима Нургалеева. Вы смотрели от телеканала «Томикен Бизнес». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова